Это дежурная группа. Мы в зеленой роще на Буковского 11А. Здесь обрушается карниз жилого дома. Уже объявлен режим ЧС. Однажды утром люди просто проснулись от грохота, от того, что часть крыши упала вниз и зацепила часть балкона на пятом этаже. Несколько плит и кирпичная окладка. Люди подумали некоторые, что балкон у кого-то упал. До этого были дожди. Это хорошо, что никого не было. На первом этаже думали зимние трясения. Слывая такое проходишь, а тут кирпич валится. Я окно пластиковое ставила себе. Кирпич поднимаем, а там он просто разваливается, как песок. Придется куда-то съезжать. Ну да, мы боялись, мы документы все собрали. Исполняющая обязанности мэра Владислав Логинов еще в пятницу подписала постановление о том, что да, действительно здесь угроза возникновения ЧС. Безусловно, дом старый, 63-го года постройки. Но проблема в том, что выглядит плохо он не только снаружи у людей щели, а внутри квартиры. Она находится щелью. Ну вот где-то вот здесь ориентировочно несущая стена вот эта. Вы ребенка кладете у другой стены? Там, да. В подъезде тоже проблема? Да, получается у нас стены обиты фанерой. Там пустота. Покрашены сверху краской. Что при пожаре это будет токсично. В департаменте городского хозяйства нам ответили, что уже провели обследование дома и вот-вот начнутся внешние восстановительные работы. Ситуация признана угрозой возникновения чрезвычайной ситуации локального характера для того, чтобы провести контраварийные мероприятия за счет средств резервного фонда города. По предварительным данным, расселение жителей из квартир не потребуется. На реконструкцию карниза потребуется в итоге около 4 миллионов рублей. Вот теперь-то деньги на это нашлись. Но люди переживают, что этого, конечно, будет недостаточно. Внутренности дома тоже нужно как-то подделывать. А это Калинина 181. И дом, хоть и не старый, 2017 года постройки, но с него уже очень ощутимо падают куски фасада, штукатурка. Накануне очень не повезло владельцу. Белой иномарке ему разбило лобовое стекло. У меня перед тем, как она прилетела, штукатурка, ребенок ходил просто в магазин. Я не знаю просто, как это чудом, она вернулась домой. Вот так масштабно, как сейчас свалилась, это было первое, что опасно, что могло прибить. Тут дети, видите, сами постоянно ходят. Я сам хожу туда, если я тут в этом доме живу. Когда почти с 15 этажа летит глыба ко мне. Ремонтировать это не факт. Они могут отремонтировать так, что через год-два-пять что-то свалится. Лучше отбить вот эти кусочки и закрасить какой-нибудь хорошей краской. Почему водители, как думаете, продолжают парковаться здесь? А тут негде парковаться. Местные жители говорят, что это не первый раз, когда страдает машина. Хорошо, что не люди. Упала с какого-то, я не знаю, девушке зеркало отломала. Зеркало упало. Дозвонились в управляющую компанию «Глобус», там заявили, что уже занимаются проблемой. Но занимаются в основном юристы, чтобы как-то урегулировать вопрос с хозяином машины. А вот будет ли какой-то ремонт, пока непонятно. Ну, машину можно переделать, а вот голову отремонтировать уже иногда и нет. Это все понимают, так что будем следить за ситуацией. И двигаемся дальше. Заканчиваем дежурную группу на Устиновича, 34. Жильцы жалуются, что здесь по соседству с их прекрасными клумбами, которые они содержат сами. Есть вот такой дурной пустырь здесь и крапива. Некошина. Территория вроде как и не придомовая. Если она муниципальная, то жильцы говорят, тут и ноги работников никаких не было точно. Наверное, дети ходят через эти... Ну, днем-то я в основном днем хожу. Не страшно здесь ходить? Здесь где-то школа, да, недалеко? Да, вот она. У кого-то кончилось терпение, и вот частично люди начали сами бороться с бодылями. Кто-то здесь все подкосил, видимо, чтобы попасть вот в эти подвалы. Но, очевидно, территория большая и самим людям не справится. Мы сфотографируем вот эти кусты, заросли отправим в районную администрацию, чтобы там знали, что есть такой бесхозный моментик здесь, в Зеленой Роще. Это была дежурная группа «Свои новости». Присылайте нам фото и видео по телефону 202-22-22 на WhatsApp или в Аберт. А у вас сегодня работали Анастасия Цыганова, Дмитрий Кочетков. Новости Прима.